Дмитрий Николаевич, мы с вами несколько раз обращались к теме развития паралимпийского движения и запланировали встречу с нашими ребятами-паралимпийцами. Но знаю, что вчера завершился очередной национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограничениями по здоровью. Как прошло это мероприятие? Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Действительно, одна из национальных целей, которую вы нам поставили, это реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов. И правительство, по вашему поручению, создает условия для самореализации всех граждан. И одной из самых уязвимых групп, конечно, являются люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. И с 2015 года, по вашему поручению, развивается движение «Обилимпикс». Это часть вашей президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он входит в федеральный проект «Профессионалитет». За 10 лет большой путь пройден. Выросло число соревнований и компетенций с 29 до 206. Ключевые компетенции, которым обучают – это IT-технологии, общественное питание, услуги и сервис строительства, медицинские профессии. И в каждой такой компетенции появляются победители, которые своим примером показывают, как можно достичь успехов, что может человек с ограниченными возможностями по здоровью реализовать как профессионал. За время проведения количество конкурсантов «Обилимпикса» увеличилось почти в 100 раз. До 25 тысяч человек в этом году было. Среди них есть ветераны специальной военной операции. Я предлагаю, если поддержите, в следующем году сделать отдельный чемпионат для ветеранов СФО. За все время в соревнованиях приняло участие уже более 120 тысяч человек. Эту цифру, конечно, нужно увеличивать. В прошлом году, кстати, чемпионаты для новых субъектов проходили в Москве, а в этом году уже и Донецкая, и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области самостоятельно провели такие чемпионаты у себя. Сегодня чемпионат становится и международной площадкой. В этом сезоне к нему присоединились конкурсанты из восьми дружественных стран, такие как Китай, Белоруссия, Катар, другие. Владимир Владимирович, в вашей итоговой декларации саммита БРИКС вы тогда совместно с главами государств-участников сделали отдельный акцент на развитии молодежных обменов, в том числе в образовании, в подготовке кадров повышения квалификации. И мы сейчас прорабатываем вопрос о проведении ежегодных открытых соревнований со странами БРИКС по профессиональному мастерству для вот этой категории людей с инвалидностью и ограничением по возможности здоровья. Наш же чемпионат, принимая ребят из других стран, будет и дальше способствовать такой кооперации. Как вы сказали, буквально вчера состоялась церемония награждения лидеров 10-го, он юбилейный был чемпионат, победителями стало 450 человек, они все получили сертификаты на обучение, приобретение средств реабилитации. Но если говорить о главных результатах, то это, конечно, трудоустройство участников. Сегодня оно составляет 93,5%. И, Владимир Владимирович, конечно, такие результаты стали возможны, в том числе благодаря нашим партнерам. И хочется отметить регионы с высоким уровнем трудоустройства. Это Красноярский край, Ульяновская, Ростовская области, Республики Татарстан, Северная Осетия, ну и, конечно, город Москва, где проходят финалы обилимпикса. И хочется поблагодарить команду Сергея Семеновича Собянина за прекрасное проведение финала, организацию культурной, экскурсионной программы для участников со всех стран. Это очень позитивные отклики. Сегодня также в движении вовлечены около 2,5 тысячи отечественных предприятий. И, Владимир Владимирович, есть отрасли, где работодатели активно вовлекают людей с ограниченными возможностями. Это, прежде всего, обрабатывающая промышленность, сферы торговли, образования, здравоохранения, социальное обеспечение. Вместе с тем нужно отметить сферы, в которых трудоустройство людей с инвалидностью необходимо будет увеличивать. Это и гостиничные бизнесы, и общепит, сфера культуры, финансов, страхования. Ну, высокий уровень трудоустройства именно участников чемпионата – это, конечно, очень хорошо, но мы должны работать над тем, чтобы такой же уровень был, конечно, среди всех людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Это сложный путь, поэтому показатели эффективности работы руководителей колледжей и университетов. Мы включим цели по трудоустройству таких ребят, чтобы работа с ними и потенциальными работодателями начиналась уже в период обучения с первых курсов. А с учетом положительного опыта проведения чемпионата, я попрошу Вашего поручения профильным министерствам совместно с субъектами и индустриальными партнерами проработать и разработать комплекс мер по наращиванию профессиональной компетенции у детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, с целью их дальнейшей самореализации и трудоустройства. Спасибо за внимание. Спасибо. Это очень важная работа. Мне, конечно, нужно подготовить этот проект поручений на этот счет. Вы знаете, я не так давно встречался с ребятами, участниками специальной военной операции, которые получили инвалидность в ходе боевых действий, в том числе и колясочники, и спросил у них, как дела. Всё отлично, всё хорошо, вопросы, проблемы. Вопросов нет, проблем нет. Но я на всякий случай всё-таки попросил коллег из администрации, чтобы с ними, с каждым поговорили. И посмотрел, что с ними происходит, как живут, как работают. На мой взгляд, очень много проблем и очень много вопросов. Кто-то работает, кто-то не может трудоустроиться даже. Поэтому я бы попросил вас вместе с Татьяной Алексеевной и вместе с Минобороны подготовить такой перечень поручений, которые бы работали вот в этом очень важном, очень нужном направлении. Всё, там люди всё как бы официально всё получили, но этого недостаточно. Здесь нужен индивидуальный подход. Там и фонд у нас работает, и всё. Нужно, чтобы в регионах работали, как следует, чтобы работали в регионах. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Вот из того, что я увидел, недостаточно. Поэтому правильно нужно обязательно подготовить такие поручения, во-первых. Во-вторых, сама по себе тема чрезвычайно важна, и обязательно нужно и заниматься дальше. Вам спасибо.